Друзья, помимо кроссовок Nike Air Monarch существует огромное количество таких же годных и дешевых кроссовок, о которых вы даже не подозревали. Я понимаю, что монархи мы с вами любим всею душою, но согласитесь, их стало уже слишком много. Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому в сегодняшнем ролике я предложу вам несколько таких же удобных, таких же практичных и таких же дешевых пар, как монархи. Поверьте, о некоторых кроссовках вы вообще впервые услышите и удивитесь от того, как дешево они стоят. Поэтому давайте по классике. 20 тысяч лайков на этом ролике и я понимаю, что он вам зашел и он вам понравился. А если я вижу, что он вам понравился, то я сразу же сажусь за новый ролик. Окей? Окей. Погнали. Хотя, подождите-ка одну минуточку. Мне нужно рассказать вам, как я с помощью Е-каталога покупал своим родным подарки к Новому году и неплохо таки, знаете ли, сэкономил. И мне очень хочется, чтобы мой опыт перенимали и вы. Так вот, решила, значит, купить в подарок телефон Honor 8A. Лучший, замечу, из бюджетников на данный момент, поэтому можете присмотреться. Практически везде этот телефон стоил примерно 9 тысяч рублей. Но Е-каталог нашел мне магазин, в котором он стоит всего-то 7 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, у меня получилось сэкономить 2 косаря, что очень немаленькая сумма, я вам скажу. Также Е-каталог сразу позволяет посмотреть нам видеообзор товара, узнать все его характеристики и даже почитать реальные отзывы людей о нем. Но самой крутой фишкой является возможность сравнения. То есть, я, допустим, беру этот телефон и сравниваю его с аналогом от Xiaomi и делаю какие-то выводы. По мне, так это очень крутая фишка, которую я нигде еще не видел. В общем, чисто от себя советую пользоваться вам Е-каталогом. Ссылочка чуть что в описании. Итак, друзья, первая пара, с которой я хотел бы начать, имеет название Nike Initiator. Познакомился я с этими кроссами достаточно спонтанно и относительно недавно. Прогуливался я, значит, как-то по торговому центру и, проходя мимо магазина кроссовок, мое внимание привлекли именно эти малышки. И я такой захожу, смотрю на них и просто офигеваю о ценнике, который на них висел. 60 долларов, дорогие друзья, и это у нас в Беларуси. На европейских же сайтах цена на них колеблется в среднем от 40 до 50 баксов. То есть это даже дешевле, чем те же монархи. Да, вы не походите в этих кроссах зимой, но на весну и лето, я считаю, это просто отличнейший бюджетный вариант, который будет многим по карману. Поэтому я всем советую в 2020 году обратить внимание на Nike Initiator. Кроссовки очень удобные, имеют крутой олдскульный силуэт и целых три колорвея. Единственное, о чем я хочу вас предупредить при покупке, так это то, что они маломерят примерно на один размер. Поэтому берите с запасом. Ну а следующая пара, я бы сказал, слегка необычная. А необычная она потому, что она от Xiaomi. Да-да, ребятки, не удивляйтесь. И называется она Mijia Sneaker 2. Возможно, многие не знают, но года полтора так назад я делал на эти кроссовки обзор. И если честно, я был от них в восторге. За свою стоимость, а именно за 30 баксов, их можно заказать на Алике, эти кроссовки показали себя только с хорошей стороны. Вот, взгляните на них спустя полтора года носки. С ними все идеально. Стряхнуть немного пыль, и их не отличишь от новых. Так вот, этими кроссами я реально очень доволен. Они технологичны, они легки, они удобны. И если вас устраивает их дизайн, то о покупке вы просто-напросто никогда не пожалеете. Поверьте мне на слово. К тому же цена в 2,5 деревянных, ну просто копеечная. Ну согласитесь. Xiaomi топ за свои деньги. Ну а следующая пара, без шуток, будет для ценителей высокой моды. Все вы наверняка видели эти новые, великолепные чешки от Balenciaga, стоимостью 425 евро. Которые больше мне напоминают рыночные кроссы Бича Валеры из 90-х годов. Но на полном серьезе, Balenciaga выпустила это в 2020 году. И вы же понимаете, что люди будут это покупать. Да, они будут отдавать 500 евро вот за это. Да, 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 черт возьми. Так вот, для ценителей настолько высокой моды, у которых нет 425 евросов, но им очень хочется иметь такие чешки, у меня есть хорошая альтернатива под названием Adidas Adikik One. Стоимость которой составляет всего-то 40 долларов или 3к деревянных. Ну согласитесь, разницы почти никакой, а ценник в разы приятнее. Так что давайте, модники, с вас куча лайков за то, что сэкономил столько много ваших денег. И да, кстати, друзья, я тут подумал, вдруг кто-то не знает, что у меня есть свой инстаграм. Вот смотрите, я здесь много фоточек разных, пощу. А еще в данный момент в моем инстаграме проходит клевый розыгрыш на пуховик от бренда Antitor. Поэтому, друзья, если вы вдруг хотите поучаствовать в розыгрыше крутого пуховика, то переходите в мой инстаграм, естественно, и участвуйте. Почему бы и нет? Быть может, повезет именно вам. Поэтому, друзья, участвуйте. А мы едем дальше. Ну а следующая пара у нас от New Balance под номером 608. Сразу же предупреждаю, что купить их у нас за такие деньги, а именно за 70 баксов, у вас, к сожалению, не получится. Ибо все мы в курсе, какая обстановка в наших странах с New Balance. Но на всех европейских сайтах эти кроссовки всегда продаются по скидкам, и порой можно выцепить их даже за 50 долларов. В это, конечно же, трудно поверить, я понимаю. Но, ребятки, New Balance и правда можно покупать за такие деньги. Пара хоть и является бюджетной, это никак не мешает ей соответствовать всем канонам кроссовок от New Balance. Ну а поскольку пара полностью кожаная, то она отлично вам может заменить те же монархи в более прохладные времена. Поэтому присмотритесь. Следующая пара у нас от Sketchers и название она имеет. Stamina Airy. А вы, наверное, подумали, что я вам опять буду Дилайты предлагать. А нет, Sketchers выпустили что-то посвежее. Так вот, в последний раз, когда я был в Спортмастере, эти кроссовки стоили там 45 баксов. Я сразу же обратил на них внимание, ибо силуэт их мне сходу понравился. Затем, долго не думая, я нашел свой размер и на кассе за них расплатился. Как для повседневки, поверьте, варианта лучше вам не найти. Во-первых, они дешевые, и убить их будет совсем не жалко. Во-вторых, они удобные из-за крутой стельки Memory Foam. Ну и в-третьих, у них крутой минималистичный дизайн, который отлично вписывается в нынешние реалии. По итогу, своей покупкой я полностью доволен. И буду месить в этих кроссах глину до самого лета, не жалея об этом. Ну и напоследок, вкратце, я упомяну еще несколько пар, на которые вы можете обратить свое внимание. Все они стоят достаточно дешево и очень часто бывают на скидках. Итак, это Sakony Jazz, New Balance MX624, Puma Axis Plus SD, Puma Smash, New Balance 331, Puma Cell Viper и Umbro Bumpy. Все эти кроссы стоят в среднем 100 баксов и очень часто бывают на скидках, поэтому обратите внимание и на них. Ну что ж, друзья, на этом моя подборка кроссовок, которые могут послужить отличной альтернативой монархам, закончена. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этом списке кроссовки, которые будут нравиться вам внешне, которые будут вам удобны и которые будут вам по карману. Все эти кроссовки реально очень клевые, стильные и заслуживают вашего внимания, честно уверяю вас. Если вы носили некоторые из предложенных мною пар, то, естественно, напишите свое мнение в комментариях и расскажите другим людям, которые еще их не носили, каково ходить по этих кроссовках и стоит ли их покупать. Потому что, возможно, одного моего мнения кому-то будет недостаточно. А также, ребятки, пишите в комментариях и ваши предложения по поводу каких-нибудь хороших, дешевых альтернатив монархам. Чтобы они были такие же по цене, такие же по удобству и такие же по практичности. Ну и, конечно же, ребятки, спасибо за просмотр. Я еще раз вам напоминаю, что если вы собираете на этом ролике 20 тысяч лайков, то я сразу же сажусь за новый ролик. Все в ваших руках, друзья. Если я вижу вашу поддержку, то я работаю в два раза лучше и в два раза быстрее. Спасибо, ребятки. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok